Очень это сложный момент, потому что, ну, вы знаете, поскольку я человек верующий, я уверена, что бессмертие в том понимании, которое оно, собственно говоря, существует для верующего человека, его не будет бессмертия, потому что бессмертие души это аксиома, а бессмертие телесное, все равно любые ткани, они изнашиваются. Если мы говорим о том, что благодаря достижениям медицины люди, которые раньше умирали от каких бы то ни было болезней, сегодня выживают, я считаю, что, безусловно, это очень хорошо. Мы точно так же могли бы с вами говорить более ста лет назад, говорить о том, что зря изобрели пенициллин. Те, кто болели воспалением лёгких, им суждено было умереть, когда не было пенициллина, а сегодня человек, заболев воспалением лёгких, использует антибиотики, выздоравливает и нормально живёт. В принципе, просто меняется время, меняются категории, сегодня они гораздо более объёмные. Когда это был пенициллин, сегодня это лекарство от рака, как вы правильно сказали, да, это какие-то нанотехнологии, клеточные технологии и так далее. Я за развитие медицины, я за развитие науки, я за то, чтобы людей спасали от каких-то заболеваний, чтобы людям помогали как можно дольше наслаждаться жизнью. Я не думаю, что когда-то из нас делают горцев.